МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денег мало, но надежда есть. Старообрядцы планируют построить в Кирове храм. Храм мы собираемся строить по проектам древним. Ждем от вас честной игры, зрелища и побольше забитых голов, побольше эмоций и с праздником этих футбола. В Чепецке стартовал турнир по дворовому футболу. Какие призы получат победители? Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Сергей Черчков уходит со своего поста. Он написал заявление по собственному желанию. Документ уже подписал временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев о чем и сообщил сегодня на заседании правительства области. Напомню, информация о том, что Черчков собирается уйти, появилась в средствах массовой информации еще 16 августа. Правда, тогда чиновник ее сразу опроверг. Отмечу, в органах исполнительной власти региона Черчков отработал 7 лет. Он курировал работу администрации правительства и ряда министерств. Очень сложный бюджет сегодня стал первой темой заседания областного правительства. Глава министерства финансов озвучила цифры по доходам и расходам региона за полугодие. Все ли идет по плану? Об этом наш следующий сюжет. Доходы за полгода на 6% ниже плана, расходы на 2%. В итоге дефицит больше 3 миллиардов рублей. Основное снижение поступлений складывается по налоговым доходам почти 17,4%. А если быть точнее, серьезное снижение поступления налога на прибыль организаций, транспортного налога, а также на доходы физических лиц. По последнему показателю в динамике, Кировская область на 9-м месте в ПФО. И это не единственная проблема. Объем неналоговых доходов снизился к уровню прошлого периода на 21,5%. Основное снижение отмечается по доходам от оказания платных услуг и доходов от использования имущества. На местах все это пытаются исправить, недоимки и дефицит уменьшить. Проводятся мероприятия и есть результаты. Но до плана они все равно не дотягивают ни по доходам, ни по расходам, отметил Игорь Васильев. Сейчас господин Матвееву дадим поручение, в числе отличников у вас 15 подведомственных учреждений, самое большое количество, которые каким-то образом не справляются со своевременным исполнением расходных обязательств. В условиях дефицитного бюджета, на мой взгляд, это недопустимо. Я попросил бы вас в кратчайший срок подготовить отчет по этому вопросу. И социальная сфера, так сказать, тоже там. При этом зарплаты бюджетников от этого не пострадают, заверили в правительстве. Деньги на это заложены внесением поправок. Общий объем данной поправки в бюджет дополнительно выделенных средств составил более 500 миллионов рублей. Это позволит обеспечить своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в текущем финансовом году. А вот в остальном Елена Ковалева посоветовала расставить приоритеты, чтобы как можно более экономно в условиях дефицита подойти к расходам областных средств. Елена Чехомова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича. Общественники оценили качество сделанного капитального ремонта. Сегодня члены рабочей группы при Общественной палате области выехали с проверкой на конкретные объекты уже во второй раз. Отмечу, эта рабочая группа появилась месяц назад. Кому и чем помогают такие проверки, расскажем далее. Представители фонда капремонта, управления капитального строительства, обслуживающих организаций и проектировщики. Всего около двух десятков человек. Такой довольно немаленькой делегацией, которой примкнули еще и журналисты, проверяющие отправились в подвал дома на Ленинградской 10. Здесь по программе капремонта заменили систему отопления. А сколько лет этому теплообменнику, который стоит? Вот этот царя гороха. Как дом построили, наверное, так и стоит. Я думаю, лет сорок не будут, точно. Выделено на замену системы было больше миллиона рублей. Но общественники посчитали, что деньги были потрачены нерационально. Тот большой набор труб называется теплообменник. И вот он такой здоровый, занимает всю комнату. Мы ожидали, что вместо него будет стоять небольшая такая тумбочка современная, которая не будет давать вот такой эффект тепла. Мы же как из бани все вышли. Это потому что то тепло, которое должно идти на приготовление горячей воды, уходит в подвал, в квартиры на первом этаже, вместо того, чтобы попадать в горячую воду в руках. И люди за все это платят. Вопросов к ремонту крыши в этом же доме было меньше. Да и были они больше организационными. Например, подрядчик в процессе работ не согласовал замену масляной краски на пропитку. Кто, как и когда будет исправлять недочеты, общественники со специалистами будут обсуждать в ближайшее время. А такие выезды собираются проводить раз в неделю. Задача-то это не проверить все 800 домов этого года, а задача понять какие-то системные недостатки, где-то контроль, где-то проектная работа, чтобы и фонду было понимание, куда двигаться и смотреть. И для нас было понятно. Кстати, как отметили общественники, на заседании рабочей группы по контролю за проведением капремонта для всех активистов уже провели обучение, как правильно проверять проведенные работы. Ирина Сырцева, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича. Тем временем дорожные полицейские регулярно проверяют водителей скутеров и мопедов на наличие прав. За сезон было выявлено 24 нарушителя, то есть водителя без удостоверения. Почему некоторые обладатели мопедов и скутеров выезжают на дорогу без прав, знает Никита Тузов. Расход топлива небольшой, на парковках много места не занимает. С этими удобствами и связывают большое распространение скутеров и мопедов несколько лет назад. Тогда их можно было водить без прав. Однако три года назад правила изменились, рассказывает скутеровод со стажем Михаил Семенов. Чтобы передвигаться на скутерах и мопедах, теперь нужно пройти обучение и получить необходимые документы. Из-за этого многим пришлось отказаться от данного вида транспорта. Пока проблемы остаются с обучением на пресловутую категорию М. Обучение практически нигде не производится. И сложности возникают сейчас с обучением в районах области, особенно в редком районе, где есть обучение на категорию А или А1. В Дорожной полиции отмечают, программа обучения на эту категорию уже давно разработана. Правда, кировские автошколы не торопятся получать лицензию на ее применение. Да и гоняться только за самой низшей категорией водительских прав, отмечает замначальника городского ГИБДД Константин Овечкин, нет смысла. Логичнее, допустим, отучиться на категорию А, Б, либо иную, другую категорию. И наличие данной категории, любой другой категории, кроме М, дает право управления мопедом. При этом скутеристы находятся в группе риска. Только с начала года произошло 8 ДТП с 9 пострадавшими. Нередко из-за банального незнания правил дорожного движения. Сами любители двухколесного транспорта не прочь получить права. Но и платить большую цену за обучение на мотоцикл или легковой автомобиль только для езды на скутере или мопеде никто не хочет. В любом случае, кировские скутеристы настроены на диалог с законодателями и готовы бороться за свои права, как гражданские, так и водительские. Никита Тузов, Антон Мамаев, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давичи. На Филейке может появиться старообрядческий собор имени святителя Николы. На месте будущей стройки уже поставили деревянный крест. Где именно кировские старообрядцы надеются возвести свой собственный собор и есть ли у них на это разрешение, выяснял Дмитрий Житарчук. Сегодня в Кирове насчитывается около сотни старообрядцев. Единственная церковь их сейчас располагается здесь, в селе Красном. И то помещение верующие арендуют. По некоторым данным, община претендовала на здание детской филармонии на Ленина 100. Но только недавно стало известно, строить староверы свой храм будут заново. Вот его примерная концепция. Храм мы собираемся строить по проектам древним, то есть чтобы он внешне был не столько современный, сколько притяжен древних концепций строительства храма. Может быть в чем-то это не так удобно для внутреннего расположения, но внешне, чтобы он был красив и сам по себе был символом. Место старообрядцы тоже выбрали. Хотели, правда, в центре Кирова, но, по словам отца Германа, выбрали другой участок. Недалеко Филейское кладбище, в 500 метрах Новый мост. Именно здесь, на этом холме, в скором будущем и появится собор имени святителя Николы. Крест уже имеется. Его старообрядцы установили еще в начале августа, во время крестного хода. Как пояснили в администрации, никаких разрешений на строительство храма здесь старообрядцам никто не выдавал. А вкопанный крест еще ничего не значит. По словам начальника управления архитектуры, часовня в этих краях действительно может появиться. Но в границах будущего микрорайона Северные ворота. А это намного дальше от закладного креста. По генплану здесь развитие жилой застройки на реконструированных территориях. Вот, собственно говоря, собственник и был инициатором разработки документации, разработал. Предусмотрена уличная дорожная сеть, детский сад, торговые центры развлекательные, квартирные дома и в составе часовни. В часовни. Поэтому, поскольку это не бюджетные средства, то есть говорить о сроках строительства я не могу, безусловно. Старообрядцы же настаивают. Соглашение с администрацией было настроено серьезно. Денег на храм нужно немало. Подсчитали до 80 миллионов рублей. Уверяют, Бог поможет. Дмитрий Житарчук, Николай Шихарбеев, Бюро новостей, Давича. В Нововятске горело здание лесопилки. Пожар произошел вечером в понедельник. Возгорание началось в кирпичном здании частной сушильной камеры. Затем огонь перекинулся на деревообрабатывающий цех. В тушении пожара приняли участие 35 человек и 10 единиц спецтехники. Крыши постройки и пиломатериалы спасти от огня не удалось. Также обгорели стены. В МЧС озвучили предварительную причину пожара. Это неисправное электрооборудование. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Закрыты два лагеря, выписано больше 170 штрафов. В областном Роспотребнадзоре подвели итоги летней оздоровительной кампании. Что касается здоровья детей, на сайте ведомства указано, цитата, «Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,5% детей». Но, несмотря на положительный общий результат, недочетов в этом году избежать не удалось. И чаще всего претензии связаны с детским питанием. Также замечания были и по содержанию территорий. Например, несвоевременное скашивание травы. Прокуратура Кировской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП, которое произошло вчера, 22 августа, на 422-м километре трассы Вятка. Также прокуратура проверит, соблюдал ли закон о безопасности дорожного движения автоперевозчик, который перевозил жителей области на автомобили «Форд Транзит» по маршруту «Мураши-Киров», а также компанию, сотрудники которой проводили ремонтные работы на месте ДТП. Напомню, в результате аварии семь человек погибли, еще трое в тяжелом состоянии. Кировчане снова смогут голосовать за ремонт дорог. И если раньше можно было отдать свой голос только за те участки дорог, на которые уже была разработана проектно-сметная документация, то теперь оставить свое мнение можно будет о любом участке. Голосование снова будет организовано на сайте Общественной палаты области. По задумке, это поможет муниципалитетам заранее определить дороги, которые имеют наибольшую социальную значимость, и включить их в план ремонта в будущем. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Со слезами на глазах в Кировичествовали ветераны Курской битвы. Как куклы помогают привить любовь к чтению, в библиотеке Герцена знают ответ. В Кировочепецке стартовал турнир по мини-футболу. Какие призы получат победители? Это «Дайвича», продолжаем выпуск. 23 августа отмечается 73-я годовщина окончания Курской битвы. Именно это сражение стало одним из ключевых во время Великой Отечественной войны. В нем участвовали 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов и около 2 миллионов человек, в том числе и кировчане. Как участвовали ветеранов Курской битвы, расскажет Анастасия Шерстнёва. Пусть участников войны немного, но мы приняли с вами решение уже давно. Если даже один участник войны останется, мы будем приглашать и проводить такие встречи. Прошло уже 73 года с того момента, когда произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне – Курская битва. Но несмотря на такой значительный срок, в Кирове есть участники тех далеких событий. Кировский ветеран Иван Чупрынов рассказывает, что оказался на фронте в 17 лет. Он прошел весь Сталинград, воевал на Курской дуге и получил ранение. Себя сейчас не считаю героем. Герои все были, 100 тысяч, допустим, комсомольцев, все были герои. Ну вот так. И мы были так воспитаны. Это норма нашего поведения была. В областном доме ветеранов сегодня прошла встреча участников ПОВ, представителей ветеранских организаций и кадетов. С этой важной датой присутствующих поздравил и глава города Кирова Владимир Быков. Сегодня, поздравляя наших ветеранов, мы отдаем им дань уважения, что они выстояли в той тяжеленной борьбе. И очень хорошо, что сегодня здесь и наши ребята, наши кадеты. Потому что я уверен, что если с нами наша молодежь, мы никогда не забудем то, что сделали наши родители, то, что сделали наши старшие товарищи. И будем это помнить всегда. Кроме того, ветеранам посвятили много слов благодарности. Подчеркнули, что именно они вершили историю. И их дети и внуки этого никогда не забудут. Встреча завершилась торжественным концертом. Анастасия Шерстнева, Александр Бабков, Бюро новостей Довича. Литературные персонажи в миниатюре. В иностранном отделе библиотеки имени Герцена открылась новая выставка. Там представлена целая коллекция кукол. Все они точные копии литературных героев. Даже одежда соответствует моде тех времен. Подробности далее. Это одна из наиболее экранизируемых книг. Первая экранизация вообще была еще в 1918 году. Не мой фильм. Джейн Эйр – одна из наиболее известных персонажей английского романа. Поэтому неудивительно, что она вошла в серию журналов «Дамы эпохи», рассказывает сотрудник библиотеки имени Герцена Елизавета Малышева. Всего таких исторических «Дам» на выставке собрано порядка 30. Все они сошли со страниц английских произведений. Здесь есть героини Оскара Уайлда, Джейн Остин, Генри Джеймса и многих-многих других. И все отличаются невероятной точностью. Конечно, эти образы разобатывали лучшие дизайнеры, специалисты в области истории костюма. Потому что к каждой кукле прилагается еще обязательно журнал, в котором рассказывается о той эпохе, какие фасоны носили, какие ткани использовали. Помимо этого, выставка формирует любовь к чтению, говорит Елизавета Малышева. Посмотрев на такую куклу, хочется узнать, а какая судьба у этого персонажа. Кстати, коллекцию на протяжении пяти лет собирала студентка Софья Сидорова. Помимо английских героинь, у девушки есть и дамы французских авторов, и даже отечественных. Например, Анна Каренина и Маргарита. Познакомиться с ними кировчане тоже смогут, но уже ближе к Новому году. Выставка кукол и книг будет работать еще два месяца. Анастасия Шерстнева, Николай Шхарбиев, Бюро новостей Дайвича. Футбол в каждый двор. Под таким девизом в Кирово-Чепецке стартовал третий фестиваль по аминю-футболу среди дворовых команд. На первой игре побывал наш корреспондент Ксения Фрик и узнала, за что борются юные футболисты. Восемь команд. Это почти 50 игроков, плюс запасные. Именно столько юных футболистов в этом году решили принять участие в турнире «Футбол в каждый двор». Возраст игроков от 14 до 17 лет. Поболеть за команды пришли и болельщики. А это значит, все больше молодежи стремится к спорту, отметил директор Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим» Сергей Момцемлидзе. Парни, третий год мы проводим этот чемпионат по дворовому футболу. Я вижу, что с каждым годом становится команд все больше и больше. Увлечение спортом растет. Очень надеюсь, что свою любовь к спорту и к здоровому образу жизни вы пронесете через всю свою жизнь. Удачи вам, побед и ярких воспоминаний о сегодняшнем мероприятии. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд для Кирово-Чепецка уже стал традиционным. Третий год подряд любители погонять мяч собираются на стадионе «Миф-арена». Сразу после напуственных слов главного судьи соревнований прозвучал первый свисток. Ждем от вас честной игры, зрелища и побольше забитых голов, побольше эмоций. И с праздником этим футбола. Голов долго ждать не пришлось. Спустя пару минут мяч залетел в ворота команды «Лицей Плюс». Игроки в синей форме на протяжении всего матча пытались усиленно отыграться. Но, как признался капитан команды, им не хватило слаженности. Таковой слаженности не было и не могли собраться. Как первая игра. Некоторые люди здесь играют первый раз и все-таки идет волнение. Поволноваться пришлось и капитану команды «Спарта». Во втором тайме свое преимущество они начали терять. В итоге счет сравнялся один-один. Когда соревнования проходят на таком уровне, прям хочется играть. А когда во дворе, это не те ощущения. Тут хотя бы в аквапарк можно съездить в Казань. Победители турнира, как и в прошлые годы, получат в награду поездку в Казанский аквапарк. Причем всей командой. За постоянную поддержку детского спорта в Кирово-Чепецке компанию «Уралхим» поблагодарил и замглавы администрации города Игорь Гагаринов. Городообразующее предприятие, компания «Уралхим», она, во-первых, социально ответственный бизнес. Они вкладывают во многие социальные проекты города Кирово-Чепецка, в том числе спортивные, в том числе то, что вы сейчас видите. И третий год поддерживают. И главный приз, который ребята заслужат своим, можно сказать, отдыхом. Вот они на самом деле сейчас отдыхают. Вот они своим отдыхом заслужат главный приз – это поездка всей командой в аквапарк в Казань. Борьба за главный приз продолжается. Матчи будут проходить до 11 сентября. В этот же день определятся чемпионы, которые уже 17 сентября отправятся в Казань. Кстати, эта игра закончилась со счетом 2-1 в пользу спарты. Игрокам в зеленой форме все же удалось добиться победы. Ксения Фрик, Антон Мамаев, Бюро новостей и Давиджи. Таким был этот вторник глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей и Давиджи появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Давиджи по телефону 38 48 88. И на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышницына. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!